здравствуйте дорогие мои друзья ну что же пришло время сказок время друзья у нас так сказать нового предновогодняя и хотя грустновато да вот все что-то нету такого праздничного настроения настроение поэтому попробуем все-таки с вами немножко разбавить нынешнюю вот эту серость то что нам устраивают вот эти вот ну как бы их назвать эти мерзавцы во всем мире они пробудились друзья мои и гадят и гадят и гадят и гадят я думаю что откуда у вас вот чё там по 10 задниц что ли вы гадите и гадите честным честным людям он даже маски не видно ладно хорошо друзья мои и сегодня мы с вами эстонские сказы эстонскую сказочью забаться им называется эта сказка спящая королевна у некого могущественного короля внезапно умерла дочь глубокая скорбь объяла объяла всю страну повсюду раздавались рыдания ну друзья мои а если бы у нас король представляете наш к наш король бы помер у нас наверно тоже друзья мои нашу страну прямо скорбь объяла объяла прямо так так мы бы с вами если перед новым годом представляете пляшивый бы крякнул то наверное мы бы прямо обрыдались с вами прямо слезы потекли у меня тремя ручьями или наверное все выскочили бы на улицу и начали но я не знаю там гопака отплясывать в снегу валяться и кричать да здравствует да здравствует то есть король умер да здравствует да здравствует король как это было принято в франции ладно друзья мои но тут видите другое дело у короля дочь умерла тут в общем-то дело святое не будем на эту по этому поводу так сказать шутить здесь не до шуток но в тот день когда умершую должны были положить в гроб из дальних стран в королевскую столицу прибыл мудрец увидев скорбные лица горожан он понял что здесь произошло что-то необычное и стал расспрашивать людей какое горе их угнетает когда ему рассказали что случилось он немедленно направился королевскому дворцу назвался опытным врачом и попросил разрешение явиться королю едва переступив право он воскликнул эта девушка не умерла она просто устала дайте и отдохнуть вот друзья мои приехал такой граф калиостро жулиман знаете ну короля горе естественно он неадекватно воспринимать ситуацию и тут при появляется какой-то вот такой якобы мудрец который говорит не волнуйтесь значит она просто устала мало того что она уже на третий день лежит уже стала попахивать она просто устала то есть такой как в современном мире вот это вот креоника когда замораживают либо человека целиком либо его мозг чтобы как бы когда-нибудь через сотни лет разморозить и тогда вживить в новое тело или оживить ну друзья мои конечно жулики ведь и тогда в эстонии оказывается тоже таких жулиманов было полно ну не полно а вот сразу почуял что здесь можно заработать деньги что можно как говорится эстонского короля провести на мякине уже мне кажется знал он хотя может конечно колдовством и баловался но в общем то его интересовало материальное значит эта девушка не умерла просто устала дайте я отдохнусь услышав это король приказал незнакомцу приблизиться мудрец молвил королю вашу дочь нельзя хранить как хоронят мертвых я изготовлю стеклянный гроб который мы ее и уложим пусть она спокойно поспит пока не наступит время пробуждения но друзья мои опять же финансирование сразу сейчас небось начнет на стеклянный гроб особый нужен сейчас мы его там сделаем то есть все 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 это королевство будет работать только на это как его на то чтобы поддержать вот эту как бы принцессу которая устала вместо того чтобы ну кремировать ее или прохоронить ну как там положено да по правилам нет стеклянный гроб там холодильное оборудование все дела тоже вот друзья мои вот жулики в современном в эстонии тогда были такие и при этом то есть вся страна будет содержать как мы тут с вами друзья мои представить сколько денег уходит вот на эти исследования чтобы чтобы путин там как бы хоть чуть-чуть хоть еще годок прожил сколько они бухают тоже там нагревают его к нему колдунов каких-то возят какие-то там ученые расследования чтобы там какие-то генетические даже свою дочурку он зарядил чтобы она следила чтобы папа не только бы папа не выжил ну да ладно значит король был очень обрадован этими словами и пообещал щедро наградить мудреца если предсказание его сбудется мудрец сделал большой гроб из стекла устал его внутри шелковыми подушками и уложил на них королевну закрыв гроб стеклянной крышкой он приказал отнести его в просторную комнату а у дверей поставил стражу чтобы никто не нарушал покой спящий когда все это было сделано мудрец сказал королю разошлите своих людей по всем странам и прикажите скупить все запасы стекла которые найдутся я сложу огромную печь величиной с вашу светлицу и в этой печи мы сплавим стекло в одну глыбу когда же минует шесть лет и пени жаворонков возвестит о наступлении седьмого лета пошлите по всему свету гонцов и прикажите объявить что каждому юноше разрешается сосвататься к вашей дочери тот кто сумеет забраться на вершину стеклянной горы верхом или пешком пусть и будет вашим зятем когда явится этот избранник а это должно быть случится ровно через семь лет и семь дней ваша дочь проснется и даст ему со своей руки золотое кольцо обладателю колечко пусть это будет даже беднейший из ваших подданных даже сын какого-нибудь бабыля вы должны отдать свою дочь в жены иначе она погрузится вечный сон ну друзья мои знаете на такие разводки я не знаю бабуль разводите где-нибудь эти как вон на рынке хотя тоже вряд ли там бабуль то ушлый то есть представляете какой финансирование купить все запасы стекла там разослать туда разослать сюда это вот к этот чубайс друзья мои этот четко чубайс он как он разводил всех вот сейчас он ловко с рулил с роснано но набрал долгов и ушел за год для того как это все обнаружилось а сейчас он не при делах скажет но это когда я был там все было нормально а сейчас ну не знаю откуда недели то есть деньги снял со счетов и нормально себя чувствовать и так он разорил уже там по моему не первую госкорпорацию то есть нам нужны сейчас мы вам устроим такой на на технологии а здесь он ведь и прицепился к дочке ну и тут и кто вот видите мертвый ник не вот некромантия то есть кто там будет к мертвой дочке свататься чё и вот вот как и у нас друзья мои вот эта мертвичина проникла в нашу страну вот там мавзолеи там дедушка ленин слежит тоже стеклянным даже и та же ситуация друзья мои но там правда женщина лежит но наверное симпатичная молодая хотя кто его знает какая дочка у него была чуть-то на помимо вообще чё она померла то да так причин тут не указывается не знаю друзья мои тоже возможно колдовство видите везде и у нас вот вы думаете у нас колдовства нету а у нас дедули ленин что лежит тоже не просто так все вот по получается вот хорошо что в эстонии видимо это все прекратилось а у нас друзья мои длится уже ну веками вот это вот подвергность мертвецам то есть мертвая энергия она пожирает живых как ни крутите и вот даже сказка какая-то грустная вот мне хотелось быть чем такого ну любовь там ну какие-нибудь может быть баловство туда-сюда понятно тут мертвая царевна что с ней сделаешь в конце концов но лежит она ну понятное дело охлаждают и чтобы она не протухла она типа отдыхает ну хотя в этих делах тоже противно конечно но вот эти колдуны они мне как бы это и с мертвыми занимаются такими непристойностями то есть этот колдун то ведь никого не пускал на сам шастал ох друзья мои чего я взял эту отвратительную сказку да даже не знаю прямо ах меня передергивает ну уж взялся загуш не говори что не дюш ладно значит король обещал в точности выполнить все указания мудреца и тот час же велел скупать все стекло в ближайших странах когда шестой час подходил подходил к концу год да наверно год груда стекла уже до в длину на целую милю а высоту достигла семи сажен тем временем мудрец закончил кладку печи для плавки печь была так высока что верхушка и достигал облаков в помощь мудрецу король отрядил две тысячи работников ну как у нас эти проекты друзья мои там космодром в восточный тоже в бухали туда бетона оказалось потом ничего какие-то вот эти вот все проекты они как бы разрушаются потому что в основе лежит мертвая энергия точно ситуация друзья мои как нет сказка попалась прямо не по не про эту не про эстония про нас родимых но как они из этой ситуации выйду как мы вот это интересно значит когда печь наполнили начали плавить стекло вокруг распространилась такая жара что болот и реки мелкие озера высохли до дна а в родниках и глубоких колодцах вода заметно убыла точно так же как друзья как у нас все леса сгорели и до сих пор сейчас а сейчас похоже лопается вон в уфе там пожар произошел люди замерзают 30 градусов мороза у них домах тепла нету тоже вот такие мудрецы такие чубайсы недоделанные появились там но еще и пляшивый там в голове как говорится наш пляшивый атаман всех это это нет рифма нету извините а теперь пока мудрец изготавливал свою стеклянную гору мы с вами пойдем в деревенскую лачугу стоящую невдалеке от королевской столицы здесь был старик христианин со своими триня сыновьями сыновьями два старших сына были толковые и умелые работники младший был чуть придурковатым друзья мои как и в наших русских сказках старший умный был детина средний был так сказать и так и сяк младший вовсе был дурак ну а это был придурок то есть при дураке то есть это не настоящий дурак наши все-таки настоящие дураки ну а у них какие придурки разные вещи когда отец заболел и почувствовал приближение смерти он велел сыновьям подойти к его постели и сказал им я чувствую что скоро вас покину поэтому хочу объявить вам свою последнюю волю вы мои любимые старшие сына я будете совместно владеть домом и землей если только не вздумайте оба жениться и власть двух хозяек не внесет в семью раздор ведь недаром истали говорят о народе где семь холостых братьев уживаются мирно там двум хозяйкам бывает так тесно что они друг друга волосы вцепятся ну тогда вот нахрена ты разделил бы хозяйство то да то понимаешь что что изначально потом каждый будет делить вот тем более братьев трое раздели там на троих там свою ну понятно не густо у тебя лачуга но все-таки все-таки скажи вот тебе там это достается а тебе это чтобы было так вот столько проблем бывает в разделе наследства семьи там рушатся даже ссоры и все такое если это случится и у вас вам придется конечно разделить и дом и пашню а младший брат ваш не годится ни в хозяева не в работники потому что он должен до конца дней своей жить под вашим кровом за это я вам обоим оставлю в наследство сундучок с деньгами о то есть он не был не каким-то старик крестьянин видите всю жизнь копил младший брат вас правда умом недалек но сердце у него доброе он всегда мне был послушным сыном будет и вам во всем повиноваться не пронарнив не слезинки но на слова не скупясь старшие сыновья пообещали выполнить последнюю волю отца младший же сын не сказал ни слова только горько заплакал еще об одном прошу вас сказал отец когда я умру вы мяг похороните прошу скажите окажите мне последний знак любви пусть каждый из вас по очереди проведет одну ночь на моей могиле тоже друзья мои опять же нет некромантий чувствую что этот старик был тоже непростой тут колдун на колдуне колдуном помогал погоняет и вот опять не проронив ни единой слезы но не скупясь на слова старшие братья обещали выполнить это желание отца младший же и теперь не сказал ни слова только плакал горькими слезами вскоре после этой беседы отец закрыл глаза навеки старшие братья приготовили богатый поминальный обед пригласили на похороны много чужих людей чтобы предать отца по всем со всеми почестями предать отца земле не предать отца ну похоже видно оговорка непростая видимо отца то они предадут даже после смерти сами они были весели пили ели точно на свобе младший же потихоньку плакал сидя у гроба отца узнать я друзья мои заметил на поминках кстати только поначалу люди все как бы такие ну сидят вроде по пене печальные события а потом как начинают хи хи ха ха там чуть не не пляски анекдоты вот не первый не один раз вот нам на поминках друзья мои я замечаю такую вот тенденцию что грусть и печаль сменяется неуместным неуместно веселым во всяком случае в наших краях хотя может быть плохого в этом нету что как бы проводить человека потом порадоваться что тоже что-то в этом есть не будем осуждать таких людей хотя их много так значит поздно вечером а значит гроб унесли и опустили могилу младшему сыну показалось что для него нету больше радости на свете словно их погребли вместе с отцом поздно вечером когда ушли последние гости младший брат спросил кто пойдет в первую ночь могилу отца старшие ответили мы очень устали готовить к похоронам и не можем сегодня ночью бодрствовать а тебе все равно делать нечего отправляйся к ты на могилу не сказав ни слова в ответ младший сын пошел могилу отца там было тихо тихо и только что стрекотал кузнечик чтобы не заснуть юноша стал тихонько бродить вокруг могилы около полуночи из под земли послышался жалобный голос вот друзья мои кто шагает надо мною над моею головою мне в глаза песок роняет о как такой вот стихотворение страшное я бы друзья мои конечно оттуда бы дунул сразу и многие из вас тоже после услышав такие слова из могилы а сын понял и промеловил в ответ тоже пропел песенку младший твой сынок шагает мальчик ходит над тобою на тебя песок роняет вместе с черную землею друзья мои поэты они в эстонии когда голос спросил почему старшие братья не пришли первыми на могилу то младший ответил что они устали на похоронах и не могли сегодня прийти в общем напились они то есть там найти в эстонии тоже люди любят поддавать поэтому конечно не напились а младший не пил хотя видите был вроде как дурачок а стихи умеет читать то есть дурачок то дурачок они совсем снова раздался голос отца каждому по заслугам получишь и ты заслуженную награду скоро наступит время когда тебе потребуется хорошая одежда чтобы появиться среди знатных людей тогда приди на мою могилу топ не три раза левой ногой скажи дорогой отец прошу вознаграждение за первую ночь ты получишь и одежду и коня но братьям ничего не говоря об этом ну точно колдун друзья мои то есть он не видите помер а не помер а специально испытывает перешел в другой в другую мердность но и оттуда пытается рулить всем с восходом солнца младший брат отправился домой поел немного и лег спать может быть папа не был виноват смерти этой принцессы я подозреваю что это тут связанные дела то есть он ее там как бы заклинанием отравил потом тут целая банда колдунов вырисовывается значит с восходом солнца младший брат отправился домой поел немного и лег спать вечером когда прошло время идти на могилу отца он спросил братьев кто из них думает в эту ночь там бодрствовать братья насмешливо ответили нашего отца никто красть из могилы не собирается если тебе так уж хочется можешь и сегодня туда отправляться со своими бдениями ты все равно отца не воскресишь эти жестокие вот видите объегорили папаню сундук с деньгами взяли наследство приняли а вот последнюю волю отца выполнить не могут за это они должны рассчитаться мне кажется будет им на рехе вот помните что последнюю волю покойного надо выполнять эти жесткие слова еще больше опечалили младшего брата и он со слезами на глазах вышел из дома на могиле отца он по-прежнему тихо тихо только кузнецик стрекотал в траве чтобы не задремать юноша стал медленно ходить зад и вперед около полуночи петухи пропели уже два раза чё полночь петухи поют чё это у них в эстонии делается и наверное летнее время эти бывает бывает а в эстонии там может не не заходят поэтому и не так страшно было на могиле из могилы раздался жалобный голос ну да в питере же бывают эти эстония тоже там на белые ночи бывают что-то я не помню если 100 не белый ночь тоже наверно наверно вот это поэтому петухи поют значит жалобный голос из могилы кто шагает надо мною над моею головою мне в глаза песок ранит сын понял и молвил в ответ уже повеселее потому что не так испугался уже привычное дело второй раз младший твой сынок шагает мальчик ходит над тобою на тебя песок роняет вместе с черную землею голос против почему не пришли старшие братья младший сказал выхо порадовании что они устали от дневных трудов и не смогли ночью бодрствовать на могиле ну в общем продолжали поддавать как мы понимаем по-житейски то есть поминки знаете как и свадьбу гуляют там 10 дней но голос произнес каждому по заслугам я и тебя не могу отказать награде который ты заслуживаешь вскоре придет время когда тебе понадобится еще более нарядное платье чем которое я тебя вещал вчера тогда смело приходи сюда топни левой ногой три раза и скажи дорогой отец прошу вознаграждение за вторую ночь и точишь получишь такое роскошное платье какого к и такого прекрасного коня что люди не в силах будут оторвать от тебя глаз но ничего не говори об этом братьям то есть этот как его колдун открыл можно сказать у себя там магазин мою этот ателье модной одежды на эти на кладбище ходишь ножкой топаешь и получаешь так с восходом солнца младший брат вернулся домой увидел что старшие братья еще спят поел немного улегся на лежанку печки проспал далеко заполнен вечером когда подошло время идти на кладбище спросил из братьев но опять кто не хочет они сказали да иди опять в общем понятно младший брат опечалится хотя мне кажется и не опечалился он потому что думает два раза мне уже то есть двойную одежка и конь то есть но по нашим временам да там полное обмундирование тебе там и еще и это конь ну как типа автомобиль один поплоше другой уже так сказать так сказать среднего бизнес-класса ну а третье он понимает дадут люкс на там какой-нибудь совсем представительского класса какой-нибудь автомобиль ну и к нему все все причиндал еще то есть младший дурак не дурака видите как говорится понял что отец колдун и ну на этом обратим ты сказал бы что-то вот вот если бы он сказал в первую ночь сюда выходил и мне там отец обещал да и все нормально то есть братья конечно пошли бы сразу потому что они были такие корыстные но не сказал то есть он хотел все себе загробастать настоящее колдовское наследство потому что ну чё он им там оставил то там сундук с пятаками ерунда да ну там землю домишка этот а вот основное колдовское наследство вот оно вот то есть младший объегория старших значит ну на могиле тихо было и он ходит взад вперед и опять из-под земли раздался голос кто шагает надо мною на мою голову мне глаза в песок песок в глаза роняет сын уже весело там отрабанил мальчик младший твой сынок шагает мальчик ходит над тобою на тебя песок роняет вместе с черную земле у эх голос спросил почему не пришли старшие братья получить тот же ответ и говорит ну что ж значит все тебе достанется каждому по заслугам значит сначала я хотел разделить свои тайны закроющим между всеми вами но теперь моим единственным масляником будешь ты если тебе больше не понравится то одежда и лошадь который обещал первую вторую ночь смело приходи на мою могилу топни левой ногой и скажи дорогой отец пошел прошу вознаграждение за третью ночь и точишь получишь самое красивое платье и самого дорогого коня весь свет будет с восхищением смотреть на тебя и твои братья будете завидовать а могущественный король отдаст тебе в жены свою дочь то есть видите комбинацию они это продумали эти как его колдуны то с тем спелись чтобы завладеть всем королевством друзьям а это был рейдерский захват с помощью колдовства то есть подставным принцем сделать вот этого дурачка а потом все разделить то есть тот весь бюджет государства бухнул там на стеклоплавильную печь на стекло то есть всех людей разорил вот как и наш путяха на вот думаете чего а потому что он все видите и золото вывозит из страны слыхали и нефти гад все продает вовсю до для того чтобы сберечь свою драгоценную пришивую жизнь и все исследования туда все деньги бухи вы а почему потому что его объегорили банда кремлевских колдунов ну а теперь они ему вертят как хочет поэтому друзья мы мы с вами все в нищете ну а путин тоже без особо без денег потому что все отдают колдунам и все золото и все все богатство нашей страны вот друзья мои вот в этой сказочке прослеживается да все это вам прямо как этот отчет этих мерзавцев колдунов да ну значит отправился домой значит и думая про себя таких дней я бедняк не дождусь закусив прилег на лежанку заснул проснулся к вечеру когда солнце уже склонилась к лесу пока он спал старшие братья так рассуждали между собой этот уверен только и делает что по ночам сторожит могилу а днем спит нам никогда от него пользы не будет зачем же нам его кормить лучше кормить свинью то хоть к рождеству заколоть можно старший братьев сказал давай прогоним его из дома пускай кормится под чужими окнами но второй брат считал что этого делать не следует так как от них может пойти дурная слава люди задержишь зажиточный а родного брата послали попрошайничать еще и деньги приносить лучше будем отдавать ему объедки с нашего стола досы то не наедться но из голоду не помрет тем временем мудрец уже выплавил стеклянную гору а король велел повсюду оповестить народ что каждому юноше разрешается свататься королевской дочери ну еще куда он мертвую свою эту дочурку который уже там шесть лет лежит в этом в гробу в стеклянном но понятно дело там с охлаждением со всеми делами с ароматизаторами но вот к жениться на 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 мертвой принцессе удовольствия никакого нету хотя вот этот конечно некромант то шастает шастает к ней и занимается какими-то мерзостями но друзья мои тут чё охрана стоит нет никто не узнает мы понимаем что просто это этот некромант и конечно как бы как называется некрофил то есть даже об этом говорить противно ладно значит выйдет она замуж ли за того кто верхом на коне или пеший сумеет забраться на вершину стеклянной горы король устроил большой пир всем желающим разрешалось там пить и есть сколько хам саму кому хотелось пир длился три дня и каждый день для угощения резали по 100 быков и по 700 свиней и варили по 500 бочек пива вот друзья мои даже пили больше чем ели вешалось вешала с колбасами стояли с порошными стенами хлебы из пчерничной муки и сладкие пироги были награждены словно стога сена о как то есть всю эту всю казну пустил на по ветру спящую королевну отнесли в гробу на самую вершину стеклянной горы со всех сторон съезжались гости одним одни чтобы пройти испытания другие чтобы развлечься редким зрелищем блестящая гора сияла словно второе солнышко и ее было видно за много верст наши старые знакомые старшие братья заказали себе красивую праздничную одежду и отправились на пир младшему пришлось остаться дома чтобы не срамить братьев своим нищенским видом но едва старшие братья скрылись из виду как младший пошел на могилу отца проделав все как ему было велено проговорил дорогой отец прошу вознаграждения за первую ночь и в тот же миг как он произнес свою просьбу перед ним появилась медная лошадь с медной уздечкой а на седле лежала сверкающая медная одежда начиная с головного убора и кончая обувью и все оказалось юноша как раз в пору словно было сделано по мерке около полудня медный всадник на медном коне прискакал к стеклянной горе где толпились уже сотни и тысячи людей пока никому не удалось подняться хотя бы на несколько шагов по скользкой дороге медный всадник промчался сквозь толпу и поднялся по стеклянной горе на одну треть его высоты а ну они друзья мои еще смазали эту горку то есть там только как бы на шипованной резине надо было пробираться у нашего было видимо копыты его лошади были шипованы поэтому вот этот трюк потому что горку смазали действительно какой-нибудь маслицем растительным постным словно под ними была обыкновенная земля спустился он поклонился королю и мгновенно скрылся из виду но многие утверждали будто спящая королевна шевельнула рукой когда медный всадник поднимался на гору начать тянуть бы сразу поднялся бы это королевну уж если хочешь там мертвую тетку ну поднимись там у тебя все равно резина шиповая поднялся там ну как у нас там эти семь спящей царевны этих сколько там богатырей у пушкина они он тоже запросто кто там принц должен был поцеловать ее на а этот видите ну было не очень приятно там она должна бы хоть проветриться немножко потому что ну уже все равно как бы ее не морозили но спокойницы с трупом целоваться особое удовольствие нету тем более знать ее не знает лежит какая-то тетка там в гробу ну понятное дело что видите тут везде корысть ну чего ты чего пойдете жениться на мертвой принцессе ну для того чтобы как бы прикарманить богатство его ее отца и будете вот в этом с этим трупом ходить там в обнимку на носилках и таскать лишь бы папаня который уже свихнулся ну как бы чтобы после него остаться королем то есть явная корысть то есть это ну как альфонс при мертвый при мертвой принцессе то есть будет пользоваться ее этими ресурсами ну а сам какой из него муж не 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 хороший человек но его правда подбили на это банда колдунов как я понимаю подвела его к этому к этому я бы назвал это преступлению у нас вот все таки вот пушкин молодец там все таки гроб качается хрустальный на гробу том в том гробу твоя невеста и сиди там поцелуешь ее и все это же какие-то льготы тебе будут ладно вернувшись домой старшие братья только и говорили что подвиги медного всадники силе его медного короля младший брат молча прислушался к их беседе но ничего не выдал что он этот был тот самый всадник ну дурак дурак а знает что брать это сразу при соседиться к нему на другое утро братья ушли с восходом солнца чтобы не опоздать на празднество около полудня младший брат отправился на могилу отца он проделал все что было велено и сказал дорогой отец прошу вознаграждение за вторую ночь не успел высказать как перед ним очутился серебряный конь и все все дела там серебряные уздечки серебряные трусы серебряные носки все прямо все серебряные очень неудобно колется в полночь значит серебряный всадник на серебряном коне проскакал циклянной горе где толпились ты сотни и тысячи людей пока никому еще не удалось подняться по скользкой горе хотя она была на несколько хотя бы на несколько шагов то есть сразу падали серебряный всадник промчался сквозь толпу поднялся по склону горы почти до ее половины точно под ее копытами была простая земля затем повернул обратно приветствовал короля и быстро смылся на этот раз люди видели ясно как спящая королевна при приближении серебряного всадника шевельнула головой ну друзья мои конечно одежда была заряжена и покойница но она уже зомби на то есть это колодство вуду только по-эстонски она начала уже как бы чувствует своего хозяина да мой хозяин из гроба уже поднимается но глаза то знаете как у зомби хотя на и мороженое то есть его в принципе как вы снизить будете жить то есть она все время холодильники держать по любому даже если она оживет то ее надо всегда держать холодильнике то есть ну сами понимаете как бы и процесс интимный вообще затруднен поскольку все это это только колдун мог мог такими вещами заниматься с этой королевой а бедный этот паренек на себя такой хомут вешает друзья мои никому не позавидуешь тут уже знаете вот всякие вот эти знаменитые альфонсы найти по телевизору там выступает какой-то такие фуксы да там гаген солнцев да еще какой-то там есть вот этот прохор прохор шаляпин все время там но он все-таки живые женщины там женщины такие все-таки деловые а это то вообще тут на покойницах тяжеловато братья прибыли домой к вечеру и у них только речи было о дивном подвиге серебряного всадника и силе его коня в конце концов братья решили что чудесный всадник наверное не простой смертный а что это видение созданное колдовством ну друзья мои мы об этом самого начала говорим что это чистое колдовство черное некромантия младший брат молча прислушивался к их словам но ничем не показал что он и есть тот самый всадник утром старшие братья снова ушли с восходом солнца в этот день народу собралось еще больше вся страна наверно вся эстония собралась там потому что именно сегодня истекал назначенный мудрецом срок 7 лет и 7 дней и королева по его предсказанию должна была проснуться ну а этот как его уже на чемоданах наверно сидел потому что думает блин королева не проснется король меня тут за то что я тут все королевство разорил точно разорвет то есть уже был готов у него билеты были на самолет в эстонии таллин таллин нью-йорк уже там сидел уже документы оформлены были думать ну проснется не проснется тоже хотя был колдун но его все-таки понимал что могут грохнуть однако полуднем после полудня младший брат пошел на могилу отца проделал все как было сказано дорогой отец прошу вознаграждения тотчас же появился золотой конь золотой уздечкой великолепно золотая одежда начиная с головного убора и кончая обувью ну и понятное дело бельишка тоже золотое об этом мы тоже упомянем но почему-то ну да там ну был золотое белье друзья мои не знаю уж какое вы вот наши чиновники предпочитают золотые унитазы но я предполагаю что у них еще и трусы с золотым шитьем вот как вы думаете путин что вам обык обыкновенный трусия труселя китайские будет одевать но не смешите меня наверняка у него там в вентиля там императорский на гульфике вышит золотом какой-нибудь там герб королевский и все у него трусы такие каждый там еще и как это называется но стразы сразу это не настояло у у путина с настоящими бриллиантами труселя вот так утверждать не могу конечно сам не видал но предположительно друзья мои потому что знаем он внешне то он не любит одеваться с лоском а вот под этим все нижнее белье даже и как говорится стринги которые он носит все в бриллиантом и усыпаны вот так вот значит значит в полдень золотой всадник на золотом коне прискакал к стеклянной горе здесь толпе сотни тысяч людей но никто из них не в силу был подняться на гору хотя бы на несколько шагов ни медный не серебряные всадники не оставили на горе ни малейшего следа а то есть и ну надо альпинистское оборудование с собой брать там выдалбливать лезть а все так просто как найти золотой всадник промчался сквозь толпу поднялся по стеклянной горе до самой вершины с такой легкости чтобы под копытами его коня была обыкновенная земля когда он достиг вершины крышка гроба сама открылась спящая королевна приподнялась села сняла с пальца золотое колечко и дала его золотому всаднику увидите в наших сказках надо было принцессу поцеловать или там знаете вот бывает как вот аленький цветочек там слезинка упала на на чудовище она проснулась то есть все таки подушевнее у нас а тут принцесса сама ждала такая королевна крышку гроба хрясть а крышка то знаете вам это не этот не пушинка какая-нибудь от здоровенной крышара такая то есть она идет крышку разнесла одной рукой что мы понимаем что это не человек а зомби зомби знаете обладают такой нечеловеческой силой то есть демоница и конечно сразу она раз как говорится с мрадом могильным в лицо ему пыхнула там впилась поцелуем выводите уста как говорится сахарной и прям ну всю как найти показывает фильм всю жизненную силу из него выпила хорошо прямо как найти когда человек вот стакан водки или спиртяге бахнет надо обязательно выпил а потом в сторону как выдохнуто ну вот типа того но это зомби была королевна ох ну кольцо конечно она ему чтобы он уже все он помечен это печать больше никуда не скроешься то есть видите малыша то объегорили дурачка то обманули дурачка эх на целую зомби да ну значит юноша поднял девицу садил на своего золотого коня медленно спустился горы он передал королевну в объятия отца учтиво попрощавшись и в миг исчез сломан сквозь землю провалился вы можете вообразить какого какова какова была радость короля по совету мудреца он велел на следующий день объявить повсюду что юноша который принесет золотое колечко значит ну был будет ее мужем и и все весь народ действительно сериалов так телека не было все ринулись всем интересно и братья тоже пошли значит решили тоже король уже пожалел о своем обещании не мог обернуться как это произведется да а нет нет вот подождите наши старые знакомые тоже оставались на месте и вкушали праздничные явства велико ли было их изумление когда не увидели что королю приблизился какой-то бедный одетый человек очень похожий на их отверженного брата и в руке этот нищий держал золотое колечко королевы о как то есть он специально переоделся а все остальное сдал в ломбард и этих лошадей и одежку король уже пожалел было своем обещании но не мог предвидеть что дело так и вернется но мудрец сказал королю этот юноша которого вы по одежде принимаете за нищего сын могущественного короля дальней страны то есть типа это кто по-нашему сын байдена до могущественного короля то есть путин с байденом решили по это породниться представьте себе парочку такую эту как его байден и путин две этих две мумии две мумии решили пожениться байдену для наши ну ладно какая нам разница кто там с кем будет жить и кто там из них кем будет лишь бы войнушки друзья мои не было большая вам разница там будет этот путин байдена шпунять или наоборот или еще чем они займутся два два этих некроманта хрен бы с ними лишь бы страна жила ну я и россии конечно америка да и весь мир ну ладно значит сын могущественного короля дальней страны когда ему было три дня от рода злая колдунья украла его а взамен положила в колыбель ребенка крестьянина этот младенец скоро умер а похищенный королевич вырос в крестьянском доме и во всем повиновался человеку которого считал своим отцом на самом деле тут был колдуном который все это организовал король было этим очень доволен велел устроить пышный свадебный пир который длился четыре недели и впоследствии завещал зятю все королевство ну вот друзья мои цель то была королевство отжать да друзья мои слушайте а у нас вот этот мишустин тоже такой жук такой блин чувствует тоже зомби а взять его как только сбросил крестьянскую одежду перестал быть дурачком и превратился в разумного благородного юношу достойного своего положения глупость его была неврожденная ее наслала него злая колдунья в праздник он предстал перед народом золотой одежде и на золотом коне а его любимые братьев сколь умерли от зависти и злобы вот друзья мои вот так вот она эстонская сказка жесткая но серьезная кто то из них хороший да друзья мои никто то есть этот юноша в общем то как бы альфонс упокойниц и все остальные бедный король только да это не бедный всю страну свою разорил найти пирсиста на стеклянную гору ну а в прибыли остались колдуны на самом деле как и в нашей стране то есть рецепт я хотел узнать друзьям рецепт сказок что же делать нам куда нам девать это этих мумий которые захватили нашу страну этих некромантов которые постоянно в нам вешают эту свою мертвую лапшу на уши ответа в этой сказке мы не получили ну ладно я думаю будем читать дальше и найдем рецепт как нам друзья мои выйти из этой мертвой страны чтобы на нами за это живое солнце живым живое мертвым мертвые а вот этих всех как говорится некромантов и лысого путю и лысого мишусту и бай надо туда же надо им здоровенный вот этот мавзолей сделать и там их законопатить чтобы они там сидели и это занимались своими этими некромантскими штучками но оградить что мне вылезали и всех водить и смотреть издали сказать вот будете как говорится заниматься такими вещами будете этим кормом для этих живых мертвецов и зомби все пока